ребята здравствуйте сегодня готовим отличную универсальную насадку которая работает по рыбам семейства карповых самому карпу его дикому собрату сазану лещу карасю насадка состоит из простейших ингредиентов которые вы с легкостью найдете у себя на кухне и требует немного времени для приготовления также насадку можно применять в качестве крупной фракции при кормке которую она только усилит постараемся приготовить все быстро четко и понятно поехали первый ингредиент куриное яйцо оно нам понадобится целиком и белок и желток вбиваем яйцо в глубокую емкость яйцо не только склеивает всю насадку и делает ее более прочной но и привлекает рыбу питательными веществами которые необходимы ей для жизнедеятельности яйцо взбиваем очень хорошо до состояния такой пены чтобы желток и белок образовали единую массу яйцо взбили вот до такой вот массы почти без прожилок но ничего страшного если какие-то минимальные будут добавляем еще один важный ингредиент этот ингредиент краситель пищевой он бывает вот в таких вот гранулах данном случае зеленый бывают жидком виде по холодной воде вот хорошо работает зеленый цвет какие-то нейтральные цвета желтый похоже на икру какой-нибудь цвет по теплой воде уже можно пробовать любые оранжевые яркий красный розовый добавляем его совсем немножко и перемешиваем с ним яйцо чтобы яйцо обрело зеленый цвет когда мы добились нужного нам цвета в данном случае зеленого повторяюсь у вас на водоемах могут быть другие предпочтения у рыбы так что экспериментируйте на этом этапе добавляем ароматизатор одной частью ароматизатора будет корица и и я добавляю на одно яйцо где-то чайную ложку не полную вот столько хватит второй частью ароматизатора лесной мед будет он уже жидкий и его добавляем тоже ложку все это тщательно перемешиваем до однородной массы стоит сказать о количестве ингредиентов я даю базовый рецепт то есть вот рассчитывая одно куриное яйцо и дальше вы уже сами будете видеть сколько на сколько человек сколько насадки вам понадобится и легко рассчитать видео всегда можно перемотать и все сделать правильно все ингредиенты перемешались аромат стоит просто невероятный такой аромат привлекает карася того же карпа для леща можно добавить анис чеснок укроп здесь уже у вас свобода выбора полная надо смотреть предпочтение рыбы на водоеме после ароматики добавляем сухие смеси первой сухой смеси у нас будет панировочный сухарь вот такая ложка с горкой на одно яйцо достаточно будет сухарь придаст ароматику немного пыления и чуть-чуть крупной фракции все рыболовные прикормки готовятся на основе панировочных сухаря так как он очень нравится рыбе ложка сухаря для придания воздушности нашей насадки привлекательного аромата мы добавляем кукурузную муку которая также очень нравится рыбе ложки будет достаточно заключительным сухим ингредиентом будет манная крупа ни одна насадка не обходится без нее добавляем две ложки после добавления сухих смесей по логике все хорошо перемешиваем здесь стоит сказать что куриное яйцо бывает там разного размера поэтому количество сухих смесей также может разниться но если вы видите что насадка получает слишком жидкой можно добавить всегда манной крупы манка начинает работать не сразу поэтому все перемешиваем хорошенько до получения плотной массы плотного теста вымешиваем сначала вилкой потом руками краска кулинарная она не остается на руках легко водой смывается вымешиваем все руками получаем вот такое плотное тесто даем полежать ему пять минут пускай манка начнет полностью работать набухнет мы еще раз перемешаем и приступим к следующей манипуляции тесто как говорится настоялось вот такой вот получается плотное уже не красит руки и манка все впитала далее делаем вот такой вот блин можно за раскатать скалкой можно просто рукой аромат ребята просто неимоверный корица с медом это конечно внешне вот делаем такой блин толщиной где-то сантиметр даже чуть меньше и отправляемся на кухню кухне ставим кастрюлю с водой на огонь доводим ее до кипения добавляем где-то чайную ложку соли перемешиваем и кипящую воду кладем наш заготовленный блин где-то на 45 минут то есть вы можете сделать несколько таких блинов с разным цветом с разным ароматом и отварить их лучше всего делать их размером с ладонь так они готовятся быстрее и консистенция получается лучше ждем 45 минут наш блин варился 4 минуты когда он спал на поверхность мы извлекли его выложили на бумажное полотенце пускай он остынет немного его обсушить сверху влага лишняя здесь нам не нужна и будем работать с ним дальше пускай минут десять полежит насадка полежала 10 минут почти остыла вот она какой консистенции получается пластичная гибкая по ароматике я уже говорил она раскрылась еще больше аромат стоит на всю комнату что с ней делать дальше все просто берем нож и нарезаем ее на удобные для нас насадочные кусочки то есть они могут быть больше меньше толщину вы регулируете сжатием то есть можно скалкой еще тоньше раскатать и также с этими кусочками можно резать их поменьше потолще можно резать их на такие вот кусочки и прямо в прикормку добавлять подсушить чуть-чуть как крупную фракцию на того же карпа отменно будет работать насадка получается очень плотной все же я советую делать ее свежую если хранит заворачивать фольгу конечно можно и в морозилке ее хранить но ароматика уйдет не то будет готовьте ее перед рыбалкой она плотно держится на крючке вот я тяну она не разваливается то есть мелочи она не по зубам сейчас покажу как ведет себя в воде не переключайтесь наша насадка в воде она пылит благодаря сухарю манки очень плотная очень ароматная то есть ее используют вообще в фидере английские рыболовы это рецепт оттуда так что можете использовать ее в донках фидере в общем где есть дальний заброс на поплавок также без проблем поэтому ребята если видео было полезным попрошу поддержать мой канал лайком написать комментарий если есть возможность поддержать донатом а я буду все это видеть и снимать что-то новое и интересное спасибо за внимание ребята берегите природу до свидания